Власти Турции и администрация президента Эрдогана была предупреждена о готовящихся террористических атаках на территории Турции, в том числе о последнем террористическом акте, который произошел несколько дней назад в клубе в столице Турции. Это утверждает мой собеседник, имя которого я назвать, к сожалению, не могу. Это подполковник в запасе, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Российской Федерации. Почему вы думаете, что они были предупреждены, причем, насколько я понимаю, из американских источников? Я могу данный вывод сделать, полагаясь на том, что непосредственно в процессе передачи информации турецким спецслужбам в определенной части принимал я личное участие, и под каждым буквально словом, которое я впоследствии расскажу, то есть я могу лично расписаться, и я сейчас преследую только одну цель. Придать гласности тот факт, что лицемерные заявления турецкого правительства о том, что им было ничего неизвестно об этом, о том, что это какие-то террористы-одиночки, которые выступали сами от себя, и таким образом высказывали только свое мнение, являются стопроцентной ложью и ничем иным, как просто блефом. На протяжении, в период с 2004 по 2012 год я выполнял определенную службу на территории государства Украины, конкретно в городе Киеве, в городе Днепропетровске, в городе Севастополе. По роду своей службы мне стали известны определенные факты, и на тот момент преследовалась задача выйти на тех людей, которые так или иначе уже в конце моего нахождения на территории Украины, которые поставляют наемников в ИГИЛ, в Сирию, которые поставляют туда инструкторов, откуда берутся эти люди, кто им платят, каналы поставок вооружения, каналы оплаты, то есть вывести информацию на тот уровень из черновой, который она поступила к нам изначально, на тот уровень, которым можно оперировать в определенных ситуациях. То есть нам стала известна такая личность, как полковник вооруженных сил Украины, бывший десантник, который прошел не один локальный конфликт. Человек достаточно, с одной стороны, неординарный, с другой стороны, крайне патологически жестокий и жадный. То есть у меня с ним состоялась встреча, естественно, он не знал о том, кто я, то есть я на тот момент действовал на территории Украины под легендой, то есть у меня произошла с ним встреча 9 мая 2011 года в Доме офицеров после Парада Победы. Меня туда пригласили, и в ходе разговора, естественно, я преследовал цели, как можно больше получить информацию от человека, который обладал на тот момент оперативной информацией. И в ходе разговора в тот день и в последующий день мне стало известно, что на территории Украины, в западных ее областях, находятся незаконные воинские формирования, численностью от 40 до 200 человек каждая. Прекрасно обученная специалистами, которые готовы к выполнению задачи в любой точке земного шара при достаточном финансировании. То есть фактически это люди, которые готовы продать свои услуги любому, кто за них хорошо заплатит. На тот момент, так чтобы вы понимали уровень этого человека, Российская Федерация находилась в партнерских отношениях с Украиной, была выдана часть этой информации заместителю главы службы безопасности Украины, о том, что есть в городе Киеве, вот такой человек возглавляет такие формирования. Передали всю информацию и о том, что данные люди готовятся к переброске так называемого славянского батальона в Сирию. Естественно, как вы понимаете, для участия в боевых действиях не на стороне Башара Асада и не на стороне федеральных войск, миротворцев Российской Федерации. Ничего не произошло. То есть просто положили под сукну. Впоследствии был найден выход, естественно, неофициальный. Мы были не заинтересованы в передании огласки такой информации, каким образом она была получена. То есть мы передали в достаточно большой объем информации, в том числе и пакетно, и данные счетов. Лидеры этих всех формирований все передали. То есть в главе службы безопасности Украины. Я конкретно встречался на тот момент с одним из сотрудников управления, главного управления службы безопасности Украины в городе Киеве. То есть у нас состоялся с ним приватный разговор в отеле «Казачий» на Хрещатике, на Майдане незалежности. И он мне задал один вопрос. Ну вы же понимаете, что если я это передам наверх, то есть по сути, то есть меня завтра просто снимут не только погоны, но возможно и голову. Я ему точно так же честно ответил. «А тебе не стыдно, как офицеру, такую информацию, зная и ничего с ней не дать, не пресечь, не передать спецслужбам, вышестоящему руководству, не доложить?» То есть человек сказал абсолютно честно. «Мне стыдно, но я боюсь». Прошла определенная часть времени. Я уехал жить в Израиль. У меня здесь родители живут много лет. И ко мне поступил звонок. Звонку предшествовало достаточно необычное событие в моей жизни. Ко мне на почту, которую знают крайне ограниченный круг самых близких моих друзей. То есть эта почта личная, там нет никакой-то секретной переписки. Я просто ее держу сугубо для личной переписки, чтобы ее не забивали каким-то спамом. Пришло письмо, в котором *** вспомнил о том, что я есть. И сказал, что он, как бы он сообщил мне о том, что он знает, что я нахожусь на территории Израиля, попросил с ним выйти на связь. То есть, само по себе эта просьба ни к чему не подразумевает, но я понял, что он не в курсе, с кем я был и в какую функцию я выполнял в тот момент, находясь рядом с ним. Я вышел с ним на связь, говорю, да ***, здравствуйте. Он меня вспомнил, узнал, мы приятно с ним поговорили минут 20. Суть вопроса была в том, что, первое, человека интересовали возможности каналы получения документов Российской Федерации и стран Евросоюза. Я озвучил вопрос, а в связи с чем такая тематика вообще-то? Документы в смысле удостоверения личности? Паспорта, водительские права. Я бы заинтересовался, потому что смена личности ни для кого не секрет, это всегда сопряжено с двумя вариантами. Человек находится в международном розыске, он их ищет, естественно, криминальным путем, на нелегальных каналах поставки. Вторая ситуация, если человеку необходимо сменить личность, но он выполнял какую-то службу, либо задание по заданию самоправительства, ему это сделают бесплатно. Ну, с учетом, исходя из того, что люди предложили в открытую по 15 тысяч долларов за один комплект документов, я понял, что этот вопрос их интересует не разово, то есть 1, 2, 3, 5 человека, достаточно много. И поднялся вопрос о том, что его интересовали документы, так называемые, после Крымской весны. То есть оставшиеся бланки, оставшиеся, возможно, какие-то неучтенные бланки, доступ к базам, я ему сказал, что вообще он как бы на данный момент ничего конкретного ответить не могу в ходе разговора, но пообещал узнать. То есть, и на этом как бы все забылось, я подумал, как бы, ну, человек попытался какие-то моменты, он получил фактически отказ и на этом остановился. По прошествии двух недель на мой телефон позвонили и собеседник на русском языке, но с очень сильным акцентом английским, передал мне привет мою другу из Лос-Анджелеса, которым мы когда-то вместе служили, вместе учились. Я поблагодарил, говорю, да, спасибо. Он говорит, я вам привез подарок из Америки, вам понравится. Если можно, вы можете ко мне подъехать. Встреча состоялась в отеле David Intercontinental в Тель-Авиве на шестом этаже в номере. Когда? Ой, ну это уже прошло где-то месяца полтора-два. Значит, на встрече присутствовал кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления США, женщина где-то в возрасте 45 лет. Она представила, Сергей, что? Ну, вы знаете, в данном случае те документы, которые мне положили на стол для человека, обладающего определенным опытом в этой работе, не составляют труда понять, откуда эти люди. То есть, точно так же, я думаю, как для вас не составляет труда, как журналиста, отличить информацию, как бы ложный оброс, вот истины, которая попала к вам случайно в ваше распоряжение, да? То есть, фактически, вот сразу в лобовую, то есть, мне рассказали обо мне все, о том, что у меня есть ребенок на территории Крыма, о том, кем я служил, где я служил, почему я уволился, как бы ушел из рядов вооруженных сил, в связи с чем, как, то есть, вообще, такие детали, которые, по сути, ну, я вам скажу честно, мне немножко шокировали, потому что некоторые детали даже мои родители не знают. То есть, вопрос стоял крайне лаконично и крайне банально. То есть, мы готовы вас спонсировать, нам необходимы ваши знания, нам нужно третье лицо для выполнения определенных заданий. Я сказал сразу... Попытка вербовки, самая настоящая? По сути, это не попытка, это вербовка. То есть, по роду своей деятельности мне приходилось принимать участие в вербовках, и, как правило, основы вербовки базируются на четырех столбах, скажем так. То есть, это эго человека, это финансовый момент, это страх, но он, кстати, нестабилен, как один из методов вербовки. То есть, и люди, которые на тот момент каким-то образом узнали, что я находился в очень тяжелом финансовом положении, то есть, положили на стою сумму, равную моим проблемам, скажем так. Ну, вы же понимаете, Александр, что невозможно, не зная человека, не зная его проблем, не зная его жизни, вот из ниоткуда взять ровно ту же сумму, которая нужна. Ну, согласитесь, достаточно специфическая. Да, это посведомленность. Да, причем, то, что меня насторожило, о том, что в разговоре с данным представителем всплыло вопрос Украины. Ну, о последствиях данной работы, я думаю, можно судить положительно, но, тем не менее, когда приезжают спустя столько лет такие люди, меня это насторожило не на шутку. Естественно, как любой законопослушный человек, я обратился в правоохранительные органы. То есть Израиля. Ну, естественно, но я же на территории Израиля нахожусь. Я вас очень, наверное, удивлю, но пресловутое могущество спецслужб Израиля лично для меня, я могу это об этом судить как профессионал, оставлять желать лучшего. Я официально обратился в полицию Израиля, конкретно могу сказать, в каком городе, в Холоне. Меня отправили в Бат-Ям, я поехал в Бат-Ям, из Бат-Яма меня отправили в Тель-Авив. То есть разговор состоялся приблизительно вот как у вас в студии. Две чашки кофе и офицер. То есть русскоговорящий офицер, я ему рассказал суть проблемы, ну, естественно, не называя какие-либо детали, потому что уровень того офицера, с кем я разговаривал, не позволял с ним, по сути, ничего обсуждать, кроме этой встречи, даже без деталей. То есть я попросил о встрече, естественно, с сотрудниками определенных спецслужб, потому что на тот момент у меня возник страх не только за свою жизнь, но и за жизнь моей как бы бывшей супруги, моего ребенка, да в конце концов моих родителей. На данный момент вкратце ситуацию можно озвучить так, как Авось и ныне там. Так, а какое отношение это имеется к Турции? К Турции я вам расскажу. Значит, я вам сейчас скажу точно даже дату. Это было 16 сентября прошлого года, 2016. Ко мне поступила определенная, когда информация... Естественно, я среди бывших коллег навел справки, информацию, в связи с чем, возможно, такая активизация деятельности. То есть мне не совсем в полном объеме сообщили, что незаконные воинские формирования ИГИЛ будут фактически уничтожены. То есть и вполне возможно, что люди, которых представляют, хотят уйти. То есть от наказания, от уголовного преследования. Ну и в конце концов, это люди, скажем так, как мне озвучили, у которых руки по локоть в крови. То есть и по неофициальным каналам я лично принял решение передать эту информацию тем людям, с которыми по роду своей деятельности я имел определенные отношения в период еще работы на территории Украины. Я связался с этими людьми. Это представители турецкой разведки МИД. И непосредственно администрации президента Турции Аджепа Эрдогана. Им была передана вся информация о том, какие люди этим интересуются. Почему именно Турция? Потому что на тот момент я уже владел информацией, что люди конкретно в Сирию попадали через Турцию транзитом. То есть какими документами интересуются. И на тот момент, в силу определенно проведенных мероприятий, достаточно оперативно проведенных, я имел информацию вплоть до того, какое количество людей, и что они творили на территории Сирии, и что, возможно, произойдет в Турции. Так я правильно понимаю, что эти люди должны были произвести вот эти террористические акты, которые произошли в Турции? Я более того утверждаю, что я не могу ручаться за все конкретно теракты, но о двух терактах, которые произошли в свод в декабре месяце, я готов ручаться о том, что к этому причастны люди, которые входят. То есть это вот этот новогодний теракт, который в новогоднюю ночь произошел? Естественно, потому что на момент убийства российского посла должно было состояться подписание достаточно важного соглашения. То есть и на тот момент данная акция была проплачена между Россией и Турцией. То есть на тот момент данная акция была уже проплачена. То есть для того, чтобы не допустить... Естественно, ожидали резонансного, неадекватного ответа Москвы на данное убийство, потому что у любого цивилизованного человека такое неоднозначное событие вызовет только шок. Потому что Израиль лучше всех в мире понимает, что такое террор. Израиль живет, борясь с террором каждый день на своих улицах, защищая свои границы, свое государство. Это единственная страна в мире, которая может везде, в ООН, в любой организации мировой сказать, мы знаем, что такое террор, мы страдаем от него с момента создания нашего государства. То есть террористические акты убийства посла и террористические акты, которые произошел в клубе в новогоднюю ночь, был совершен людьми из одной и той же организации? Да. То есть это были те самые люди, про которых вы рассказывали, которые... Я понимал, что информация, полученная не совсем стандартным путем и не из официальных источников, вполне возможно спецслужбами Турции руководством. Приняток сведений не будет, потому что есть определенная процедура получения и проверки такой информации. Информация была продублирована через одного из журналистов, передана в администрацию президента Турции от Шепа Эрдогана, в которой была точно так же продублирована вся та информация, которая была передана турецкой разведке. Это ничем не закончилось. Соответственно, из-за этого я... Какая связь тут с теми сотрудниками ЦРУ, с которыми вы беседовали? А я вам объясню, потому что мы немножко отошли от темы в связи с турецким вопросом. После того, как состоялась данная аудиенция, не знаю, к счастью или к несчастью, я отказался от сотрудничества, потому что есть на то определенные этические моменты. Первое, я сразу озвучил, что я никогда в жизни не буду работать против России. И второе, никогда не буду работать против Израиля. На что мне так с улыбкой сказали, ну, Израиль нас не интересует. Я сказал, ну, извините, я против России работать не буду, это моя родина. Ну, мне не совсем мягко, но намекнули, что в жизни бывают всякие ситуации, из которых, возможно, ты не выпутаешься сам. На этом, как бы, все вроде бы было тихо. Не так давно меня пригласились на встречу люди, банально за чашку кофе. То есть, встреча происходила в городе Батьян. То есть, и на встрече я сейчас, ну, как начинаю немножко заниматься журналистикой, и периодически мне попадает какая-то интересная информация. То есть, мне передали, скажем так, материальную помощь, и попросили определенную информацию передать, ну, чтобы это было не от того, как бы, кто непосредственно ей владеет, выступить посредниками. Сказал, не вопрос. Передача информации сама по себе, как бы, не несет ничего, ну, наказуемого в данной ситуации. То есть, я поинтересовался, могу ли я ознакомиться с данной информацией, потому что информация всякого рода бывает, и не хотелось бы иметь проблемы впоследствии из-за этого. То есть, я ознакомился. Непосредственно эта информация частично касалась Турции. То есть, она только меня утвердила в том числе в моих предположениях о том, что люди, которые в лице *** вышли с предложением обеспечить им легальное прикрытие, назовем это так, то есть, они точно так же к этому причастны. Потому что фамилии... То есть, а израильские спецслужбы никакого интереса не проявили к этому? Абсолютно. Я не знаю, по каким мотивам. Более того, я сейчас готов официально в ИТН-ТВ на телеканале сказать, что я готов передать эту информацию представителю израильских спецслужб. Проблема в том, что это не последний теракт. И этот человек точно так же находится на территории Украины, вне юрисдикции Израиля, вне юрисдикции России, вне юрисдикции Турции. И если эта ситуация будет продолжаться, как вы уже понимаете из разговора, она тянется не первый год, не второй, даже не третий. Она не лишится сама по себе. И я не хочу, чтобы такие люди, как ***, ставили мне, даже пусть в частных разговорах, а как приехать отдохнуть в Израиль. Потому что такие люди никогда не приезжают покупаться в море, позагорать на солнце и насладиться прекрасным климатом Израиля. Я слишком хорошо знаю, что этот человек из себя представляет. Благодарю вас. Я напоминаю, дорогие друзья, что мы беседовали с подполковником в отставке, в запасе, точнее, подполковником в запасе, главного разведывательного управления Российской Федерации, фамилию которого мы назвать, к сожалению, не можем, но его фамилия есть у нас в редакции. Так же, как и его личное удостоверение и все необходимые документы. Программа «Тема дня». Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Сейчас мы тогда просто сделаем еще такую вещь.